Всем привет дорогие друзья! С вами снова Крюга ТВ и сегодня я хотел бы сделать видео по Т-54 и отнести его в рубрику с тактикой. Было у меня одно видео на паттане с тактикой, вот здесь можно будет увидеть еще один небольшой кусочек этой самой тактики. В этом бою возможно она показана не так хорошо как могла бы быть, но в любом случае здесь я ее использовал и это принесло свои плоды. Какие-то небольшие, но принесло. И да, по Т-54 тоже видео давно не было, поэтому смотрите любуйтесь, танк-то хороший на самом деле. Но почему я не делал по нему гайд раньше? Да просто потому что машина как бы не так уж сильно изменилась. Хотя изменились ее противники и да, это стоит учитывать, ведь сейчас ну сложнее стало на ней играть. Хотя в любом случае она мне очень нравится, как нравилось и раньше. Единственное что теперь за силе этой голды, за серебро или просто голды, я даже не знаю, пробивают намного чаще чем вот раньше. В общем Т-54 конечно еще и обладает броней, которая у него была и собственно есть, особенно броня башни. Но даже туда умудряется иногда заходить снаряды, что я не знаю, это не есть хорошо. Так вот, здесь в начале я немножко потупил и теперь буду действовать. В общем не вижу никого здесь вот внизу, ведь снизу утеса никого нету. Понимаю то, что противники приехали нас встречать и просто беру и съезжаю вниз. Заеду им сейчас сзади, сначала помогу расчистить пляж, ну и потом поеду уже помогать нашим за горой. В общем такая интересная тактика, но у нее много изъянов, если здесь не дай бог окажется противник, вас обязательно заметят. И собственно у вас не получится осуществить задуманное. Далее все-таки вам нужна довольно маневренная машина, чтобы пока вы едете не спалиться. Да и вообще доехать сюда нужно быстро первым на гору заехать, первым оттуда слететь. Если противник вдруг захочет ее занять, то все, собственно вас с горы никто даже не поддержит. Ну и вот за мной, как видите, с горы не стали ее удерживать, сиганули тоже две ПТшки что ли. В общем гору мы в результате все равно просрали. Но зато, как вы видите, пляж мы сейчас можем без проблем расчистить. И да, что бы я еще хотел сказать. Очень-очень-очень полезный модуль это сильная просветленная оптика, которая помогает нам видеть даже когда погода плохая. Этот модуль, наверное, сейчас я могу вам посоветовать ставить на любой танк, потому что это реально читерская вещь. Получается, что противники, большинство у кого нет этого модуля, вас просто не увидят, а вы будете их расстреливать безнаказанно. Это такой, так скажем, легальный чит. Ведь у вас во время дождя, снега или что там еще может быть, просто увеличивается, так скажем, по сравнению с противниками обзор чуть ли не в два раза. Не знаю уж во сколько он сокращается, но по-моему в два раза. И, понимаете, два раза это вам не 10 метров, не 20 метров, это может быть и 100 метров, понимаете? И когда у вас разница в обзоре в 100 метров, ну, это огромное просто преимущество. И даже в реалиях нашего немного кривоватого засвета это реально очень и очень много. И это позволяет вам оставаться незаметными, расстреливать противников, когда они вас даже не видят. Ну, опять-таки, тут тоже бабка надвое сказала, ведь модуль доступен всем и вы не всегда на него надеетесь. Это, конечно, здорово, когда он у вас есть, ведь он не настолько популярен для большинства игроков. Но я надеюсь, что вы у нас люди грамотные, умные и теперь будете ставить его на те танки, на которых часто играете, особенно на средние. И тогда у вас реально будет счастье. Ну и вот здесь хотел бы я вам показать тоже магию. Во-первых, стрелять снизу вверх не слишком удобно, попадать по лючкам тоже как бы не особо получается, просто потому, что стреляем снизу вверх. Но, заметьте, теперь я стрелял по Д-28 ПТ, буду стрелять по ИСУ. И вот начинается магия. Вроде целюсь в лючок, попадаю в маску или в орудие, или куда-то туда, вот ниже чуть-чуть. Не пробил. Ну ладно, один раз бывает, вроде бы целюсь в лючок и опять не пробил. Что за ерунда? Опять выезжаю, он на меня смотрит, стреляю вроде как в лючок и опять ниже. Ты понимаешь, что это вред какой-то, уже рикошет от ИСА, когда ИСА не пробиваешь на Т-54, это как-то вообще странно. И причем я уже это сделал 4 раза подряд. Меня это начало бесить, но вот наконец-то смог выцелить нормально. Такая вот была череда то ли моей кривизны, то ли реально рандом такой вышел. Ну, в общем-то, не важно. Как вы можете заметить, Т-54 машина очень маневренная, поэтому даже съехав с горы, постреляв на пляже, проехав по пляжу, можно вернуться и вообще заехать на гору обратно, если вдруг нужно будет, к тому моменту, если бой, конечно, не кончится. В общем, покупая Т-54, я вам могу гарантировать хорошее настроение. Однако, конечно, стоит ее вкачать в топ, а это не так уж и просто, все-таки модулей много, да и даже орудий. И вообще Т-54 от Т-55, кстати, не так уж и сильно отличается. Да, немного броней, да, орудием, да, здесь пробитие меньше, 201 мм против, не помню уж скольки, там, 250, по-моему, на Т-55. И также здесь меньше ХП, почти на 1000. Но в целом, это Т-55 вот один в один, особенно внешне, если учитывать то, что Т-55 это просто Т-54, переоборудованный для того, чтобы можно было выжить в условиях ядерной войны, в общем-то, разницы между машинами не так уж и много. Но в игре, как вы можете заметить, ХП играет довольно большую роль, 1000 ХП это вам не так уж и мало. Но и при этом, чуть-чуть есть разница в бронировании, немного в орудии, и это играет свою роль. В общем, если вы научитесь кататься на Т-54, что не сказать, чтобы уж было прям очень-очень сложно, то и на Т-55 у вас все будет замечательно и хорошо. Однако, на этих машинах я бы не сказал, что можно прям вот нагибать люто и дико просто за счет маленького разового урона орудия, но уж удовольствие получить на них можно, потому что это весело кататься на таких быстрых и маневренных машинах. Ну что ж, с вами был КьюГТВ, всем пока-пока, увидимся на полях сражений. Продолжение следует...